Субтитры делал DimaTorzok 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 Бен Гилошвирош Собирался уничтожить их Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ушмуэль сказал Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше у нас в Талмуде обязательно содержится оригинальный лист Талмуда Субтитры делал DimaTorzok 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 Он предложил, извините Он предложил иное объяснение Всякий, кто упоминает имя Ахашвироша Прибавляет проклятие Да будет неслано беда Вызывающая горестные вздохи на его голову Вераби Ханина Амар Араби Ханина сказал Имя Ахашвирош можно истолковать как намек на то Шехакольнаасу Рашин Баямал Что в его дни все сделали с бедняками Рашин Из-за налогов, которыми он обложил народ Шенимар, как сказано Веси мамена Хахашвирош мас И обложил царь Ахашвирош налогом страну и морские острова Здесь два комментария, давайте их посмотрим То есть каждый восклицал Ах из-за того, что стал бедным Раш Отсюда имя Ахашвирош Относительно налогов Это явно означает особо крупные и непосильные налоги Иначе этот стих не сообщал бы ничего нового Ведь очевидно, что все цари облагают подданных налогами Так объясняют Сифтей Хахамил Талмуд продолжает толковать первый стих Мегилы Ву Ахашвирош И было в дни Ахашвироша Он Ахашвирош У Берешо Митхилато Ве Ацофо Он оставался все тем же нечестивым Ахашвирошем От начала и до конца Третья шестой комментарий В начале своего царствования Ахашвирош запретил возобновленное до него строительство храма И до конца своих дней не допустил его продолжения Местоимение он перед именем персонажа выражает определенность его сущности Подчеркивая ее устойчивость, неизменность Талмуд приводит ряд аналогичных толкований У Исав, он Исав, да, сказано в книге Берешит У Берешо Митхилатов и Ацофо Он оставался тем же нечестивым Исавом От начала и до конца В начале возрасте 15 лет Когда он продал первородство Якову В конце, когда на похоронах Якова Он стал оспаривать его право быть погребенным В гробнице Махпела Так, это у нас приводится в трактате Сота И здесь это комментирует Маршал Гуд, Датан и Аверам Он, то есть они, Датан и Аверам Это сказано в книге Бамидбар Ген Берешан Митхилатан Ве Ацофан Они оставались теми же нечестивыми Датаном и Аверамом От начала и до конца В начале, еще находясь в Египте Уже тогда Моше увидел, как они ссорились друг с другом И один поднял руку на другого Моше укорил их Но они дерзко ответили ему А также донесли фараону, что Моше убил египтянина В конце, примкнув к бунту Короха Против Моше и Бору Тоже это комментарий Маршо Здесь на странице Гу Амелех Ахаз Он царь Ахаз Это сказано в книге Деврея Мим У Берешан Митхилатан Ве Ацофан Он оставался тем же нечестивым Ахазом От начала и до конца В начале приведенного Талмудом стиха написано И в трудное для себя время он продолжал изменять Господу Из чего следует, что каким он был грешником Таким и остался Это комментарий Маршо здесь на странице Теперь Гемораб приводит несколько примеров С употреблением этого оборота в отношении праведников Авраам Авраам гу Авраам Авраам он Авраам Деврей Аямин Это упоминание толкуется так Гу Бецитко Митхилатаве Ацофо Он оставался тем же праведным Авраамом От начала и до конца В сороковой комментарии В начале, когда уже в трехлетнем возрасте Открыл для себя и признал Кварца В конце, как свидетельствует Всевышний в Торе Ибо я знаю его, потому что заповедует он своим сынам И своему дому после себя соблюдать пути Господа Творя милость и правосудие Это также был комментарий Маршо У Агон у Муше Он, то есть они Аарон и Муше Сказано в книге Шмот Ген Бециткан Митхилатан Вятсофан Они оставались теми же праведными Муше и Аароном От начала и до конца За ними не числилось ни одного греха Кроме того, который описан в Торе Когда Бог повелел им говорится скалой Чтобы она чудесным образом дала воду Они вместо этого решили, что Муше должен ударить по ней Ведавид Гуакатан А Давид, он был самый маленький Сказано так в книге Шмуэль 1 Простой смысл этого упоминания Давид был младшим из сыновей Но слово маленький Может также означать Малозначительный И здесь это выражение толкуется так У Бекатнуто Митхилато Атсофо Он оставался тем же Давидом Маленьким в своих глазах То есть скромным От начала и до конца Кишемши Бекатнуто Как будучи ему значительным По статусу Иктынацмо Умолял себя и держался скромно Эцельмиши Гадольмемену Бетова Рядом с большими Чем он знатоками Торы Кен Бемалхуто Так будучи уже царем Иктынацмо По-прежнему умолял себя И держался скромно Эцельмиши Гадольмемену Бехахма Рядом с теми Кто был больше него по мудрости Здесь есть два комментария Давайте их посмотрим Имеется ввиду Мефевошит Сын царя Шауля Как поясняет Талмуд В имени Мефевошита Содержится намек на то Что в дискуссиях с ним Аторе Давид Испытывал стыд Бошит И бы знал меньше чем он Это когда он был Малозначительным А когда он уже Был царем Здесь 43-й комментарий Имеется ввиду Ахитофель Которого Давид Назвал Назвал Своим учителем Потому что Научился у него Двум вещам Далмуд возвращается К Мегилат Истер Первый стих Мегилы Продолжается так Он Ахашвирош Хамолех Который царствовал Ом Рав Сказал Рав Это можно истолковать так Шималах Ме Атсмо Который воцарился Сам по себе А не наследовал Престол Поскольку Не принадлежал Царской династии Здесь Комментарии Тоже согласны Маршо Это толкование Основано на смене Времени Глагола с прошедшего И было В дни Ахашвироша На настоящее Амолех Буквально Который царствует Рав Толкует Эту перемену Так Его царство Было основано Не на прошлом Принадлежности К царстве Династии Которые правила Досели А на настоящем Он получил право На престол Только сейчас Сам по себе Амрила Одни говорят Что это Лешевах Похвально Для Ахашвироша А другие говорят Что это Легнай Для него Позорно А именно Амрила Лешевах Одни говорят Что похвально Поскольку указывает На то Что не было Человека Столь же достойного Стать царем Как он А другие говорят Что это Позор Для Ахашвироша Что на самом деле Ахашвироша Не подходил Для царствования Но он Много заплатил И таким образом Стал царем Далее В первом стихе Мигилы Сообщается Что Ахашвирош Царствовал По поводу Местонахождения Этих стран Спорят Рав Ушмуэль Рав Ушмуэль Хадамар Один из Этих двух Мудрецов Сказал Страна Оду Находится В одном Конце Света А страна Куш В другом Конце Света Таким образом Ахашвирош Царствовал Над всем Миром От одного Конца До другого Под всем Миром Здесь и далее Следует Понимать Территорию Азии На которой Проживало В то время Большинство Населения Планеты Так вот Бен Йояда Комментатор Вехада Мар А другой Сказал Иначе Оду Векуш Эти две Страны Оду И Куш Габы Гадады Гаву Каймы Находились Рядом Друг с Другом А утверждение Мигилы Что Ахашвирош Царствовал От Оду И до Куш Означает Кишемши Малах Аль Оду Векуш Как царствовал Он во всем Своем могуществе Над странами Оду И Куш Находившимися Рядом Как Малах Мисоф Аулам Век Софо Также царствовал И над всем Миром От одного Конца Света До другого 46-47 Комментарий Сейчас посмотрим Согласно Мнению Что две Эти страны Были Расположены Вдали Друг от друга Оду Это Вероятно Индия А Куш Абиссиния Эфиопия Согласно Мнению Что соседствовали Возможно Что Куш Это Гиндукуш Горная область В Средней Азии Рядом С Индией 47-й Комментарий Ведь нельзя Предположить Что он царствовал Только над Двумя странами В продолжении Стиха Написано Что над 120 семью Продолжаем Дальше В Талмуд Добавляют Ки-Це Бедавар Атаумер Аналогичная Дискуссия Существует И в отношении Царства Шломо О котором Сказано В книге Малахим Ки-Гу Роде Беколь Эвер Ханаар Ибо он Властвовал Над всей Землей По ту сторону И реки Ифрат Мит-Тивсах Ве-Ад-Аза От Тивсаха До Азы То есть Хотя Государство Самого Шломо Простиралось От реки Ифрат На востоке И до Египта И земли Плештимской На западе Его влияние Распространялось И по всей территории За Ифратом О местонахождении Этих стран Тоже спорят Раву Шмуль Раву Шмуль Хадамар Один из них Сказал Тивсах Бесов Аллам Тивсах Находится В одном Конце света Ве-Аза Бесов Аллам А Аза В другом Конце света Вехада Мара Другой Сказал Тивсах Ве-Аза Эти две страны Тивсах И Аза Бехад И Адад И Хавуками Находились рядом А утверждение Что Шлома Шлома То есть под его То есть под его Под его властью Находилось 127 стран Но почему-то Это число Представлено В обратном порядке Сначала Единицы Потом Десятки А потом Сотни По этому поводу Омма Равхизда Сказал Равхизда Бетхила Малах Альшева Сначала Ахашвирош Царствовал Только над Семью странами Улебесов Малах Алис Рим Затем Воцарился Еще над Двадцатью Улебесов Малах Альме А в конце Воцарился Еще над Ста И таким образом Стал царствовать Над Ста Двадцатью Семью Стран Талмуд Спрашивает Элэмиата Если так Если так Толкуется Подобный Порядок Чисел То когда Тора Говорит Ингиш Шмот Ушны Хаи Амрама Годы Жизни Амрама Отца Муше Шева Ушнушим Умеат Шана Семь И тридцать И сто Лет Майдараш Майдараш Тобей Как истолкуешь Это Талмуд Отвечает Там В годах Жизни Амрама Действительно Нечего Толковать Шаниаха Но здесь Магире Другое Дело Декай Тейра Гу Ибо эти Слова Упоминание Числа Стран В данном Стихе Казалось Бы Излишни Миг Декти Ведь написано В начале Того же Стиха Что Ахашвирош Царствовал Меодове Откуш Отходу Идакуша Отсюда Зачем Отдельно Упоминать Что Оно Включило Семь Двадцать И сто Стран Шмамина Отсюда Напрашивается Вывод Это число Понадобилось Для Толкования Упомянутого Равом Хиздой Давайте Здесь Посмотрим Два Комментария Прежде всего О том Что В годах Жизни Амрама Действительно Нечего Толковать Один Лишь Тот Факт Что Число Представлено В порядке Единицы Десятки Сотни Еще Не Является Основанием Для Толкования Из Пятидесятый Комментарий Поскольку Ведь Написано В начале Того же Стиха Что Хашвирош Царствовал Меодов И от Куш От Оду И до Куш Отсюда Нам уже Известно О каком Пространстве Идет Речь Автор Книги Турей Эвен Отмечает Что Это доказательство Основанное На упомянутом Высшем Мнении Согласно Которому Оду И Куш Находились В разных Концах Света Согласно Мнению Что Оду И Куш Находились По соседству Одного Одного Утверждения О том Что Хашвирош Царствовал От Оду И до Куша Недостаточно Чтобы Понять Каковы Были Границы Его Государства Тану Рабонана Учили Мудрецы В Барайте Шло Ша Малху Бекипам Бекипам Трое Царствовали Под небосводом То есть Над всем Миром В Элоген И вот Они Ахав В Ахашвирош У Навуходанец Ахав Ахашвирош И Навуходанос 51 Комментарий Это значит Что все остальные Правители Тех времен Были Подчинены Этим Царям Талмуд Поясняет Откуда Делается Такой Вывод По поводу Ахавы Нам Известно Что он Царствовал Над всем Миром Дексив И написано Что пророк Авадия Встретив Пророка Ильяу Который Долгое Время Скрывался От Ахавы Сказал В книге Малахим Как жив Господь Бог твой Клянусь Что нет Народа И царства Куда Не послал Б Господин Мой Ахав Искать Тебя И Сказали Они Нет Его Здесь И Брал Клятву С каждого Царства И народа Что Не Нашли Тебя То есть Ахав Послал Своих Людей Искать Пророка Ильяу По всем Странам Мира И брал Клятву С каждого Царя Что Его Там Не Нашли А если Бахав Не Власт Над Ними Как Он Мог Заставить Их Поклясться По поводу Навагадан Нам Известно Что Он Царствовал Над Всем Миром Дексив И По Нем Написано В Книге Ирмияу И Будет Тот Народ И Тот Царство Которое Не покориться Ему Навуходоносору Царя Вавилона А Шерлои Тен Эт Цеваро Баол Мелек Бавель И Которое Не преклонить Шеи Под Ермо Царя Вавилона Мечом Мором И Голод Накажу Накажу Народ Слово Господа Пока Не Истреблю Их Рукой Его Отсюда Видно Что Бог Дал Навуходоносору Господство Над Всем Миром Давайте Посмотрим 52 Комментарий То есть Рукой Навуходоносора Так Мецудат Давид Комментирует Этот стих Наконец Нам Известно Что Ахашвирош Ахашвирош Царствовал Над Всем Миром Адамаран Из Того Что Мы Уже Сказали О нем Написано Что Он Царствовал От Оду И Докуша И Что Его Империя Включала В себя 127 Стран И Дальше Мы Переходим Уже На Лист 11 Б И На Этом Мы Сегодня Закончим А Нет Мы На Этом Сегодня Закончим Потому Что Дальше Продолжается Та же Тема Геморар Рассуждает Почему В этом Списке Не Упомянуто Еще Несколько Царей Которые Как Нам Известно Властвовали Над Всем Миром Акроним Для Запоминания Имен Этих Царей Шаздах Симан Шаздах Шлома Санхерев Дарьявиш Кореш Квиту Лейка И Больше Нет Таких Царей Ваика Шлома Но Ведь Есть Царь Шлома Который Царствовал Над Всем Миром Как Было Упомянуто Выше Гемора Отвечает Его Царство Не Было Завершено Ибо Его Отстранил От Власти Ашматай Царь Демонов Давайте Посмотрим Здесь Во Первых По Поводу Того Что Такой Акронимы Семан Шаздах Когда В Геморе Ведется Обсуждение Темы В которой Приводится Много Деталей То Перед Таким Отрывком Часто Дается Акроним Их Обозначение Призвано Облегчить Запоминание Существует Два Видео Акронимов Первый Это Аббревиатура Изначальных Букв Ключевых Слов Относящихся Каждой Из этих Деталей Вторая Составлены Из ключевых Слов Фразы А Составлены Из ключевых Слов Фраз Окей И Комментарий Который Говорит Об Ашмадай Что это Вообще Была За История Эта История Описана В трактате Гитин Шлома Понадобился Черв Шамир Способный Разрезать Камни Чтобы С его Помощью Построить Храм Не Пользуясь Металлическими Инструментами Шлома Стал Добиваться Сведений О том Где Найти Этого Червя У Демонов Те Ответили Что Об этом Знает Их Царь Ашмадай И Шлома Велел Своему Помощнику Бнайяу Бен Йояда Найти И захватить Ашмадая Бнайяу Привел Его К царю Закованным В цепи На которых Было Высечено Имя Бога Но Однажды Шлома Снял С него Цепь Ашмадай Отшвырнул Вон Расстояние Четыреста Парса И сам Воссел На его Трон Гибра Возражает А них А это Объяснение Приемлемо Лиман Де Омар С точки зрения Тех Кто считает Что Шломом Малах Мелех Сначала Был царем Вредер А затем Будучи Отстранен От власти Ашмадаем Сделался Обычным Человеком И больше Уже Не восстановил Свою Власть В полной Мере Поэтому Он не упомянут Часто Тех Кто правил Всем мир Здесь Интересный Третий Комментарий О том Восстановил Лиш Ломо Свою Власть После того Как был Отстранен Ашмадаем Спорят Рабу И Шмуэль В трактате Гитин Однако Даже Мнение Что не Восстановил Подразумевает Всего лишь Что хотя Шломой Вернулся На престол Но уже Не обладал Прежней Властью Поэтому Он не упомянут Часто Тех Кто правил Всем мир Но с точки Зрения Тех Кто считает Что Шломом Мелех Сначала Был царем А затем После Отстранения От власти Ашмадаем Сделался Обычным Человеком А затем Вновь Стал царем И в полной Мере Восстановил Свою власть Майкл И Меймар Что можно Сказать Как объяснить Что Шлома Не упомянут В числе Царей Правящих Всем миром Сказать Что он Не упомянут Поскольку Был временно Отстранен От власти Нельзя Ведь Упомянут В списке Навугадоносор Был отстранен От власти На 7 лет А потом Вновь Обрел ее Как описано В книге Даниэля Гебара Отвечает Шломо Милта Ахиты Агами У Шлома Было нечто Отличное От других Царей Другой Тип И уровень Царства Шемалах Аля Ильюним Он правил И высшими Созданиями Демонами Вяля Тахтаним И нижними Обитающими В этом Нижнем мире Шемеймар Как сказано В книге Деврия Амим Ваешев Шломо Аль Кисе Ашем И воссел Шломо На троне Господа Поэтому Его не упомянули Вместе с другими Царями Которые правили Только на земле Но не над Высшими Созданиями Пятый Комментарий В Танахе Небеса Небеса То есть Высшие миры Описываются Как трон Всевышнего Так сказал Господь Небеса Мой трон Это значит Что Бог Также управляет Небесными Духовными Созданиями Поэтому О нем написано И не говорим Восседает Над небесами Буквально Едет Верхов Верхом Оседлав Небеса Как всадник Который Управляет Лошадью И поскольку Шломо Распоряжался Также и Духовными Созданиями Например Демонами В своих целях О нем сказано Что он Как бы Воссел На троне Бога Так Объясняет Ражба Гемора Выясняет Почему Барайта Не упоминает Еще одного Царя Но ведь Был еще Санхерев Который Тоже Царствовал Над всем Миром Дектиев Как написано Кто из всех Божеств Этих Названных Выше Названных Выше Стран Ашер Спас Свою Страну От Моей Руки Так Он Похвалялся Что Завоевал Все Страны И Никто Ему Не Мог Противостоять Шестой Комментарий Об этом Повествуется В книге Ишаяу Когда Иудей Правил Царь Хиския Страну Вторгся Со своей Армией Ассирийский Царь Санхерев Одолев Другие Крепости Санхерев Послал На штурм Иерусалим И своего Генерала Равшакея Тот Подошел К городу Громогласно Обратился К его Жителям С призывом Сдаться И хвастливо Провозгласил Что ни одна Страна И ни один Город Еще не был Спасен От руки Санхерева Дло Кавша Который Санхерев Так и не завоевал У стен Иерусалима Вся его Армия Была поражена Ангелом Неспосланным Свыше Выходит Санхерев Не властвовал Надо всем Миром Седьмой Комментарий Об этом Рассказывается В следующей Главе Книги Ишаяу Седьмая Глава Там Можно Об этом Почитать Геморан Называет Еще одного Царя Который Властвовал Над всем Миром И рассуждает Он не упомянут В Брайте Но ведь Есть Также Мидийский Царь Дарьявиш Дарий Дексива Которым Написано В книге Даниэль Дарьявиш Малка Котав Царь Дарьявиш Написал Ликол Амамая Умая Улишаная Всем Народом Нациям Языкам Ди Дарин Бихоль Ара Живущим На всякой Земле Шламхон Язге Великого Вам Благополучия Далее В письме Дарьявиш Оповещает Весь мир О чуде Произошедшем С Даниэлем Он был брошен В львиный ров Но остался Целем И невредим Поэтому Царь Повелевает Всем подвластным Народом Трепетать Перед Всемогущим Богом Даниэля А повелевать Всем живущим На земле Народом Дарьявиш Мог Лишь в том Случае Если царствовал Над всем Миром Гемора Отвечает Ведь были Семь Стран Над которыми Дарьявиш Не царствовал Диктив Как написано Шефа Кадам Дарьявиш Дарьявишу Было угодно Вейким Аль Малхута Поставить Над царством Ле Ахаш Дарпаная Ме Авесрим 120 Сановников Поскольку Каждый Из них Управлял От имени Царя Одной Страной Получается Что под Властью Дарьявиш Находилось 120 Стран А не 127 Как у Его Приемника Ахашвероша То есть Письма Дарьявиш Разослал Всем народам Мира Даже тем Кто не был Под его властью Чтобы повестить Их о чуде Спасения Даниэля Но трепетая Перед Богом Спавшим Даниэля Он повелел Только тем народам Над которым Властвовал Так пишет Здесь Маршал Геморас Спрашивает Еще об одном Неупомянутом Барайте Царя О царе Вяга Ика Когаш Но ведь Есть еще Кореш Кир Дектива Которым Написано В книге Эзра Так сказал Кореш Царь Персии Все царства Земли Натан Дал мне Господь Выходит Что и он Царствовал Над всем Миром Почему же Барайте Не упоминает Кореша Отвечает Гемора Там Там В упомянутом Стихе Он просто Похваляется Будто Царствует Над всем Миром Хотя На самом деле Это Неправда На этом мы Сегодня Закончим С Божьей Помощью Продолжим Может быть Завтра Всем рекомендую Приобретать Книгу По которой Мы сейчас Учились Ссылки В комментариях Ссылки В описании К этому Видео Сейчас Проходит Акция Бесплатная Доставка По Израилю И Можно Заказать Книгу По хорошей Цене През Сделать Предзаказ Заставить Свою Заявку На сайте Для других Стран Есть еще Здесь Комментарии Спасибо Аплодисменты Спасибо большое С Божьей помощью Если Формат Под Интересен Будем Продолжать Спасибо за субтитры